Служба здесь, то есть место, где служут, здесь и там, сместили. Первым нужно людей или отсюда уводить уже в ночлег, то есть после вечерней службы, или, как Владыка говорит, на утреннюю службу, чтобы прийти. Служба здесь, так же по движению, как Ти-7, которые мы прикидываем. Мы, естественно, подработаем чуть-чуть дорогу, мы поравняем, расширим просеки там, где, если лучи нам будут мешать, что-то сделано. Сделано так, чтобы люди могли пройти. Конечно, будет трудно, но в доступности. Ну, все, что касается маршрута, он более-менее понятен. Все, что касается точек или этапов, или вот тех путей от станции к станции, мы будем решать еще в ближайший месяц, когда будут соотнесены интересы по движению и службы. То есть, интересный ход не просто пройти, то есть, нужно понять, почувствовать сопричастность к этому большому событию, в которых связаны или повторяют путь Сергея Радонежского, который был совершен им давно, почти 700 лет назад. Поэтому мы хотели бы, чтобы значимость этого события была понятна всем людям, которые в нем будут участвовать. Мы сегодня делаем первый шаг, пытаемся пройти этот путь вместе, вместе с владыкой, и решая параллельно вопрос, как сделать, чтобы этот путь был безопасным, чтобы он стал традиционным. Это тоже очень-очень важно, и чтобы люди, которые будут участвовать в этом мероприятии, также почувствовали свою сопричастность к истории государства российского, к тем великим событиям, которые преподобный Сергей совершил на нашей ярославской земле.